Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача День за днём с вами в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Пасхальное богослужение в Десногорске. Страстная пятница в отделении полиции. Освещение куличей в администрации города. Баскетбольные игры открытой лиги Смоленской области среди мужских команд. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В полночь 8 апреля в Десногорске в храме в честь иконы всех скорбящих радости прошло праздничное богослужение. Пасха – один из самых главных праздников для верующих. Христиане в этот день с особой торжественностью и радостью начинают приветствовать друг друга словами «Христос воскрес». Это, пожалуй, самое краткое выражение сути веры, которое звучит в православных храмах по всему миру. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости пасхальную службу отслужил протеерей Виталий Сладков. После молебна за несколько минут до полуночи все готово к праздничному шествию. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь – это шествие от церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя вокруг храма, все останавливаются перед закрытыми дверями, как бы у входа ко гробу Господнему, и раздается радостная весть. Священники заходят в сияющий храм, начинается пение пасхального канона, а затем служится литургия. Пасха празднуется семь дней, и поэтому вся неделя называется «Светлая пасхальная седмица». В эту ночь в храм доставили благодатный огонь от гроба Господня из Иерусалима. Уже более двух тысяч лет огонь чудесным образом сходит на гроб Господень именно в день православной Пасхи. 40 дней после Пасхи считаются пасхальным периодом, и православные должны приветствовать друг друга Христос Воскресе и услышать в ответ воистину Воскресе. Особая атмосфера этого праздника дает прихожанам глубокую радость, укрепляет стремление творить добрые дела, окружать заботой родных и близких. Для своевременного предоставления смолянам с ограниченными возможностями здоровья необходимых препаратов правительство России выделит 19,5 миллиона рублей. Всего в этом году для обеспечения больных Министерство здравоохранения России поставило в регион лекарства на сумму свыше 146 миллионов рублей. В то же время произведены закупки препаратов для федеральных и региональных льготников. По указанию губернатора на базе областного медицинского центра создан государственный оператор, ключевая задача которого – бесперебойное обеспечение лекарствами льготных категорий граждан и поставка медикаментов в аптеке. Страстная пятница еще зовется Крестной Пасхой. Это название напоминает христианам о том, что в этот день Христос принимал муки распятия крестом. Верующие не поздравляют друг друга, а особенно строгим днем поминают Сына Божьего за те страдания, которые Он принял за нас. В этот день настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости протерея Виталий пришел в Десногорское отделение полиции, чтобы совместно со стражами порядка совершить молитву и принес в дар каждому сотруднику пасхальный кулич. Для большинства людей приближаются такие радостные предпраздничные, праздничные дни. А для вас это особая нагрузка по обеспечению правопорядка. В канун Пасхи заранее я посетил вас, чтобы поздравить с этим светлым праздником, вместе с вами помолиться, осветить куличи, чтобы каждый мог этот пасхальный символ принести заранее домой. Каждому полицейскому настоятель храма собственноручно вручил куличи и поблагодарил за их труд на благо нашего города. Начальнику отделения полиции Юрию Гришину. Отец Виталий подарил куличик и иконку Воскресения Христова. Более тонны семян задержали на границе с Белоруссией мобильные группы. Семенной материал овощных культур производства Нидерланды хотели ввести в Смоленскую область. При проверке оказалось, что на груз отсутствовали необходимые сопроводительные документы, а некоторые сорта и гибриды растений нельзя выращивать на территории нашей страны, так как они не включены в государственный реестр. Семена вернули экспортеру. Стартовал прием заявок на участие в ежегодной акции «Тотальный диктант», который пройдет 14 апреля в тысячи городов России и мира, в том числе и в Смоленске. Участниками этого проекта по проверке грамотности могут стать все желающие вне зависимости от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Написать диктант можно будет на трех площадках Смоленской областной универсальной научной библиотеке имени Твардовского, Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, студия иностранных языков и путешествий под крышами Парижа. Акция стартует в 14.00. Регистрация открыта на официальном сайте «Тотального диктанта». В Страстную пятницу накануне Светлой Пасхи настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Всескорбящих Радости протерей Виталий Сладков посетил работников администрации нашего города. Такие визиты стали уже доброй традицией. Отец Виталий накануне самого главного христианского праздника – Пасхи, не первый год приходит к сотрудникам администрации, чтобы совершить совместный молебен, осветить куличи и поздравить всех с праздником. «Чтобы вместе с этим освященным пасхальным куличом вошло благословение Божие для всех ваших близких, родных, всем вашим семьям. Ну и вот сейчас я каждому из своих рук вручу этот пасхальный кулич, вместе с поздравлением и неблагословением правящего архиерея нашей епархии и ступа Милетия Руссовского и Десногорского». После молитвы отец Виталий каждому вручил освященный пасхальный кулич и благословил на хорошие дела и доброе здоровье. Со 2 апреля по 13 мая в Десногорском историко-крывеческом музее проходит ежегодная благотворительная акция «День дарителя». Горожане могут отдать в музей фотографии, предметы быта, одежду и другое. Связаться со специалистами музея можно по телефону 3-36-86. В завершении выпуска немного о спорте. 7 и 8 апреля Десногорская команда САЭС принимала гостей Смоленска. Посоревноваться к нашим баскетболистам прибыли команды «Покровский паровоз» и «Беркут». Игры проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. В субботу атомщики встретились на паркете с командой «Покровский паровоз». С самого начала матча наша команда ушла в отрыв и по ходу встречи только наращивала преимущества. Баскетболистов активно поддерживали болельщики на трибунах. Мы пришли поболеть за нашу команду, команду САЭС Десногорск. Старший сын у нас занимается периодически. Нравится баскетбол, динамичность игры привлекает, прям заряжает энергией. Мы занимаемся баскетболом, сегодня наш тренер играет. Пришли за него поболеть. В последние атаки десногорцы сумели преодолеть рубеж в 100 набранных очков. Благодаря дальнему попаданию Константина Яковлева победу одержали хозяева поля с итогом 101-52. Мы занимаем пока в чемпионате, в котором 12 команд, мы занимаем пока второе место. Сегодня у нас был соперник Покровский паровоз. Команда идет в середине таблицы. Ну и мы сегодня уверенно их обыграли с большим преимуществом. Соперник, естественно, сложный. Он топовая команда по всей области Десногорск. Парни опытные, тренируются часто. Мы, к сожалению, не всем составом приехали. Много стартового состава не было, трех игроков. Ну, дорога туда, естественно, подустали. Надо отметить, что все игроки САЭС показали себя набранными очками. А 8 апреля десногорцы провели матч с командой «Беркут» и одержали победу со счетом 91-75. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова